Плагин слайды в Elementor Pro. Давайте посмотрим, что за плагин такой. Данный плагин находится в ветке Pro версии Elementor. Перетаскиваю плагин слайды в область Elementor на холст. Изначально видим вот такой вот перелистывающийся слайды, где мы можем указать заголовок, подзаголовок, кнопку и изображение. Давайте посмотрим в левую сторону. У нас есть три слайда. Можем по кнопке добавить еще слайдов неограниченное количество и по крестику вот так вот удалить или по иконке дублировать данные слайды. Захожу в первый слайд. Цвет фона. Вот он, вы видите, фиолетовый у меня был. У нас цвет фона. Есть тут еще содержимое и стиль. Изображение. Давайте посмотрим, как это будет с изображением. То есть вместо цвета у нас идет изображение, текст накладывается на изображение. Когда мы помещаем изображение, размер у нас есть «Поместить», «Перекрыть» и «Автоматически». Эффект Кена Бёрстна. То есть это изображение сейчас у нас так наезжает, так скажем, и оно наезжает, и можно выбрать, чтобы оно наоборот удалялось. Я оставлю вот так. «Перекрытие фона». То есть у нас еще помимо изображения можно перекрывать фон. Таким образом текст на фоне смотрится выделенным. И это перекрытие мы можем также менять цвет на тот, который нам нужен, и управлять прозрачностью. Режим наложения обычный и есть всякие вариации, например, такой. Дальше «Содержимое». Заголовок. То есть это вот верхний заголовок меняется здесь, ниже описание меняется здесь. Текст кнопки. Например, «Подробно» меняется здесь. И ссылка на эту кнопку вешается вот здесь. И эту ссылку можно, чтобы она открывалась в новом окне. Дальше «Стиль». В «Стиле» можно сделать независимые стили, которые будут работать только в данном слайде. Если включаем, то здесь появляются возможности. Значит, позиция по горизонтали. Центр, лево, право. Это именно содержимое заголовок, текст и так далее. Позиция по вертикали. Также можно вниз, вверх, по центру. И выравнивание тоже можно сделать. Цвет содержимого можно сделать здесь. Я сделаю, наверное, каким-то таким зеленым, чтобы это было видно. И тень тексту также можно задать здесь. Там размеры, тени. Все здесь задается. Сейчас плохо видно, потому что у нас изображение все перекрывает. Думаю, здесь понятно. И, соответственно, со вторым слайдом тоже, если это просто цвет, меняется здесь. У нас имеются и стрелки, переключения и внизу навигационные точки. Мы теперь проходим параметры слайда. Здесь навигация, стрелки и точки. Только стрелки отображают, точки исчезают. Только точки внизу или нет. И ни стрелок, и ни точек. Пауза при наведении мыши, то есть на слайда положение «Да». Пускай будет пауза. Пауза при взаимодействии тоже «Да». Листание автоматически «Да», «Нет». Если «Да», то скорость листания 5000 миллисекунд. Зацикливание листания, чтобы всегда прокручивалось. Переходы листания, выцветания. То есть это просто такое вот листание, да, как выцветание. И листание, просто листание. Скорость перехода 500, анимация содержимого. Можно поставить «Нет» или несколько вариантов. Дальше «Стиль», «Ширина», «Ширина содержимого». Вот вы видите, здесь у нас происходят изменения. Дальше «Отступы внутренние», «Позиция по горизонтали всего текста с кнопкой». Дальше «Это по вертикали». И левый центр права. И «Тень» также можно назначить здесь. Видно сейчас у заголовка «Тень». Дальше «Заголовок». «Отступ от текста». Дальше «Цвет» самого заголовка. Вот черный. «Типография» также меняется. То же самое для «Описания» и то же самое для «Кнопки». «Кнопка» может быть большой. Вот видите, она большая, гигантская. Или «Кнопка средняя». «Типография», «Толщина», «Граница», «Скругленные углы». То есть это скругленные углы у кнопки. И состояние обычное. Например, цвет фона. Вот видно заливка. Цвет текста меняется. Цвет границы. И при наведении, чтобы кнопка, например, тоже как-то меняла цвет. Вот так вот. Навигация. Также стрелки внутри и снаружи. То есть снаружи самого слайда. И размер стрелкам. Можно взять больше. И цвет стрелкам. Также можно стрелки покрасить. Вот они, в принципе, все настройки слайда. Что касается адаптивности, здесь я не вижу никаких проблем. Сможется все более чем хорошо. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, вы сможете приобрести его по ссылке в описании. Покупая плагин, таким образом вы поддерживаете меня. И хочу сказать, что на этом 30-м уже уроке заканчивается видеокурс про Elementor Pro. Я осветил, думаю, 90-95% всех возможностей Elementor. Думаю, после прохождения всего курса вы сможете без труда самостоятельно собрать свой первый сайт на профессиональном уровне. Но я хочу сказать, что на этом уроки про Elementor не заканчиваются. Дальше пойдут уроки про Elementor Pro, именно про обновления. То есть по мере выхода обновлений, интересных обновлений Elementor Pro, я обязательно буду выпускать небольшие обзоры про эти обновления. То есть по сути курс у нас не заканчивается. Про Elementor закончилась именно только основная часть, с самого нуля, как создать сайт на WordPress с использованием Elementor Pro. Если вы досмотрели этот курс до конца, я вас поздравляю. На этом я с вами не прощаюсь и увидимся с вами в следующих видео.